привет народ сегодня у нас немножечко необычный выпуск мы в принципе находимся в гараже и то что вы уже успели увидеть это вот такой маленький шерп ну а как вы хотели большого на ночь оставили ошлюпился он у нас шучу ребят шучу я вам хочу представить автора этого произведения это николай савенко у николая помимо этого произведения есть еще десятки других не менее оригинальных вещей которые он делает своими руками делает из различных материалов но в данный момент это металл вот все это можно будет посмотреть у него в инстаграме ссылочка будет в описании под роликом и принципе вы сейчас видите инстаграм на экранах сегодня же я хотел бы поговорить именно вот об этом произведении искусства иначе его назвать не могу это не игрушка то вот игрушка а это произведение искусства давайте послушаем что нам расскажет николай как и какими он усилиями сделал эту вещь это все сделано далеко не ювелирными приспособлениями это все сварка и балка основные инструменты естественно для тех кто понимает они достаточно грубые и сделать именно такие тонкие вещи требует определенных навыков в нашей среде среди таких же художников по металлу как я этот стиль называется брутальный примитивизм николай расскажи вот из чего сделаны вот эти колеса кстати колеса же правильно понимаю копийные то есть количество клыков соответствует настоящему вездеходу да конечно соответствует я максимально старался сделать копийную модель сделаны они из обрезков трубы 110 миллиметров щечки взяты от зилы 53 это маслоотбойный диск передний если не ошибаюсь грунтозацепы все сделаны они пустотелые согнутые из листа стали наварены обработаны эта деталь как какая-то от ваза 2109 и внутренняя часть обода и ступицы сделаны из баллончика дезодорант или что-то такого подобного все делалось вручную абсолютно все то есть здесь нет механической обработки но в плане того что фрезеров нет каких-то станков чпу еще что-то здесь не используйте не используется на лазерной резкой все ребят вот это вот сделано руками я сейчас еще раз вам покажу все это подробно большим большим крупным планом шурповоды это такие дядьки которые покупают эту игрушку не на последние деньги и как я считаю такая вещь должна быть у многих из нас на столе собственно если у вас появится желание иметь копию вот именно не спорю можно сделать на 3d можно сделать на фрезере да прям точную копию прочее но это будет не то это будет как фотографии картины две разные вещи когда это сделано руками когда это либо это сделано машиной это совершенно разные вещи нет энергетики той которую нанесет нет не скажем так не видно глаза художника который ее делал потому что она не во всем точно 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 но человек его так мастер не увидит так и он так вот и и делать кстати он там сидит человеком не очень бляха на ремне воссоздано внутреннее пространство это мы сейчас тоже покажем то есть достаточно сильная детализация прорисовка для изделия из металла ручной работы николай вот здесь интересно так сделано дерево это что за древесина древесина это орех не продавец сказал что он американский но человек который занимается краснодельщик он сказал что это европейский естественно я немножко доработал имитировал грунт скажу так вам вот все равно я видел несколько раз это на фото видел в разных его стадиях сборки кстати мы вам эти фотографии тоже покажем как поэтапно какую-то сборку как это происходило все но глазами то есть через стекло это все равно передать вот глазами смотришь просто радуешься а поднять это ребят 7 килограмм 7 с половиной килограмм поэтому на вытянутой руке это достаточно сложно сделать настоящий короче железный брутальный копия игрушки большого дядьки ну а чем мы не меняемся ни капли мы как были детьми так ими остаемся просто у нас становится игрушки больше их больше разных мы также ломаем но и че ты радуемся жизни сколько осталось шучу николай если я не ошибаюсь заняло времени это около месяц около месяца ну понятно да то есть вот это скажем так у нас вездеходчиков моточасах измеряется у николая это в норму часах в рабочих часах то есть проведено около месяца работы для того чтобы изготовить этот вездеход а вот так же я бы хотел отметить что этим вездеходом николай ничего не завершается и фантазии его собственно как ваши желания безграничны и давайте посмотрим какие же он работы делал еще до этого и мне кажется что это был бы прекрасный подарок для любого человека ценящего что-то неповторимое оригинальное небанальное и дорогой и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, я рад был вам представить Николая Познакомить вас с его работами Они действительно неординарные, интересные И многие из них хочется иметь у себя Скажем так, уже наверное в коллекции даже Потому что у меня есть вот такой штопор-самолет И вот такой везде худшер Это уже можно сказать коллекция, ребята Вот так вот На этом моменте я хотел бы и завершить наш выпуск Давайте скажем Николаю Большое спасибо за его золотые руки Которые, кстати, насколько я знаю Николай когда-то отворил изделия Золотыми руками из золота, правильно? Сколько лет Николай был? С февильюркой я занимался где-то 12 лет Около 12 лет, видите? А почему ты перешел на такие вещи? Потому что любые ледяные изделия Какие бы они ни были Высокотехнологичные, красивые, некрасивые Они все ценятся чисто за металл И за материал, потому что это золотые Даже если это будет просто золотой кирпич Он будет стоить дорого Моя задача это доказать людям Что изделия могут быть не золотом, но золотым Вот так вот Вот так вот Что ж, на этом я и хочу завершить наш сегодняшний выпуск И мне кажется, что данный шерп Захочется иметь каждому, кто хотя бы один раз Проехал на этом вездеходе Ээээ, куда? А ну верни! Коль, ну что, раз произошла такая ситуация И мне кажется, мне надо новое делать Ребята, ну а вы ж после меня тогда Ну и ж извините Очередь Работа-то ручками Покажи нам ручки Видели? Рабочие ручки Все, пока Ставим лайк, не забываем Кто не подписан, подписывайтесь Эх, шлип Ну что ж, у меня поредела коллекция У меня есть самолет еще?